Такой день, когда в едином порыве представители национально-культурных объединений, автономии, правительства, регионы и гости стремятся к пониманию, познанию друг друга и дружбе, есть только у нас. День народов Среднего Урала, как всегда, так уж повелось в Свердловской области, прошел ярко, масштабно и весело. Русский богатырь Илья Муромицы, герой башкирского эпоса «Урал-Батыр» встретили гостей в файе Свердловского областного дворца народного творчества. Традиционно именно здесь ежегодно проходит один из любимых уральцами праздников. Многонародная, как выразился великий русский философ Ильин, российская нация стабильна и сильна многообразием культурно-исторического опыта своих племен, народности, народов и родов. И сегодняшний праздник как раз это доказывает. И пусть не в степи, не в широком чистом поле, не на уральских просторах, а в мраморном файе дворца были рассказаны легенды и были иные возникновения российского государства. Яркое театрализованное представление продемонстрировало мощь народа, многообразие культур. Посредством танца каждый народ рассказывал о традиции своего этноса, образе жизни, характере. Коса, вилы, инструменты земледельца Удмурта. Сегодня танцевальный атрибут. Рассказывает о их жизни, как они сеяли, как они убирали, как они скосили. Женщины чем занимались, мужчины. Прославление батыра – это и дна батыр, удмуртский такой герой. Яркие корейские костюмы – насыщенные краски страны. А народный танец – олицетворение выдержки и стойкости народа. В этом танце вся история корейского народа. Посмотрите, корейский танец, он несколько отличается от танцев народов Кавказа, Средней Азии, российских танцев, где столько задора, движения, моторики. Наши танцы более плавные, выдержанные. Наверное, это и есть характер корейского народа. С праздником собравшихся поздравил губернатор Александр Мишарин. На встрече с руководителями национально-культурных объединений обсудили вопросы национальной политики региона, воспитания молодежи, создания отдельного ведомства, занимающегося вопросами этносов, проживающих в регионе. Если это делает только власть, то нет человеческого фактора, потому что все слишком официозно. Если делаем мы, то не хватает административного ресурса, не хватает финансов. И опять же, когда мы вместе это делаем, это говорит о том, что все-таки у нас действительно общество развивается в сторону дальнейшего развития демократии. Вместе по дороге истории. Так называлась концертная программа, которую открыл знаменитый Уральский оркестр под руководством Александра Павлова. В приветственном слове глава региона подчеркнул, что о единстве национальности в области свидетельствует и то, что вне зависимости от своей принадлежности к той или иной народности, уральцы отмечают Рождество и Пасху, Курбан-Байрам, Пурим и Хануку. Мы всегда были одной семьей, яркой, многоликой, крепкой. У нас впереди много важных дел по подъему промышленности, подъему нашей оборонки, перевооружению. Мы с вами сегодня все больше и больше внимания уделяем вопросам спорта, все больше и больше внимания вопросам культуры. Наша культура велика, но и многолика. И, конечно, все это можно делать только в мире и согласии. Россия всегда была многонациональной страной. Сохранить свою культуру, традиции и язык в условиях современной жизни и многонационального общества непросто. Однако на Урале, благодаря правильно построенным отношениям, национальной политике и стремлении представителей разных народов, это удается. Сегодняшний праздник тому доказательство. В танце народа его характер, культура, темперамент, грация. Отточенная дробь уральских марий, как визитная карточка этого коренного народа. А татарскую плясовую сегодня не перепутать ни с чем другим. Национально-культурная автономия корейцев посредством поистине весеннего танца пожелала всем счастья. Именно так переводится его название – хенбо. Наверное, именно через танцы и песни людям проще понять и полюбить друг друга. Башкирский курай поет всегда, рисуя в воображении слушателей великолепные просторы. Мелодичная еврейская песня знакомит с традициями. Кстати, участие евреев в праздновании Дня народов Среднего Урала – в какой-то степени подарок для зрителя. Обычно день проводится в субботу, в шаббат. Еврейские организации, которые по закону же должны соблюдать еврейские традиции, не имеют такой возможности участвовать в фестивале. Сегодня у нас воскресенье, и мы участвуем у нас сразу. Здесь представители трех разных групп еврейских организаций представляют свои коллективы. Сюрпризом стал и народный гвинейский танец, исполненный студентами Уральского федерального университета. Там не так давно создали студенческую организацию объединенных наций. Каждое выступление погружало зрителя в атмосферу определенного региона, республики, страны. Удалось побывать даже в солнечной Греции. Пантийские танцы, они всегда танцуются в кругу обязательно, то есть это чувство плеча получается. И в пантийских танцах присутствует тремоло, то есть определенная тряска. Это основные отличительные черты от греческих, потому что греческие, они немного другие, немножко активнее, материковые я имею в виду. Еще летописцы античности рассказывали о рифийских, ныне Уральских горах, по которым пролегала граница двух миров – цивилизованного европейского и далекого таинственного азиатского. Здесь, на границе двух континентов, скрестились судьбы разных мировых культур, которые наложили неизгладимый отпечаток на историю и традиции нашего края. Мне кажется, такие концерты почаще надо делать, собирать люди вместе будут, находить общий язык, общие интересы. Я очарована этим концертом. Это настолько прекрасно, настолько эмоционально. Мне хочется сказать всем руководителям этого концерта большое спасибо. День народов Среднего Урала отмечается только у нас каждый год в апреле. Он всегда представляет собой масштабное действие, демонстрирующее дружбу между народами, населяющими Свердловскую область.